Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то высказал с учетом. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день всем, кто слушает Радио Болтком. В эфире проект «Культурная линия». И на прямой связи с нашей студией российский режиссер, народный артист России Владимир Иванович Хатиненко. Здравствуйте, дорогой Владимир Иванович. Добрый день, дорогие мои слушатели и вы. Наташа, тебе привет. Добрый день. Спасибо. Мы проводим наш эфир в рамках проекта «Культурная линия». И совместно с нашими коллегами-журналистами медиаклуба «Формат А3» веду эфир. Я, Ольга Авдевич, в студии со мной моя коллега Наталья Захариат. И мы анонсировали эфир заранее, получили очень много вопросов. Попытаемся компактно осветить все темы, которые интересуют наших слушателей, зрителей и наших журналистов. Номер WhatsApp и SMS 2306191. Пишите нам, пожалуйста. Постараемся задать вопросы. И повод для нашей беседы у нас очень красивый и праздничный. Это юбилей Владимира Хатиненко, который буквально недавно состоялся. И мы на нашу почту и на WhatsApp тоже получили очень много теплых слов в ваш адрес. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и к благодарностям, которые ваши зрители просили вам передать. И первый вопрос. Вот скажите, в день вашего юбилея в прессе появилась масса заголовков, что президент России Владимир Путин поздравил 70-летием режиссера Владимира Хатиненко. Как вообще вот это выглядит, это поздравление? А как вот вы узнали, что вас поздравляет президент? Как это работает? Я узнал так же, как и вы. Увидел сообщение по телевизору. А вообще присылается телеграмма. Я много получил. Вы понимаете, так получилось нормально по-человечески все. Хоть и хлопотно, я в буквальном смысле от телефона не отходил, потому что буквально в течение дня я заряжал его там три раза. Но я сейчас в данном случае не говорю, какой я хороший, сколько я получил поздравлений. Но меня меньше всего интересовали, знаете, торжества какие-то, особенно сейчас в этих условиях. Меньше всего, даже никак. А вот то, что тебе адресована вот эта положительная энергия, это знаете, как тост. Это не просто так. Тост – это энергия, которую ты человеку посылаешь положительная. И она позволяет ему поправить здоровье и вообще чувствовать себя лучше. Это я сейчас некрасивые слова говорю, это я говорю о физиологии, о физической сущности вот этих пожеланий. И поэтому я их получил много, потом до вечера еще отсматривал. Но вот должен… Я ответил всем каким-нибудь знаком. Вот я никого не остался без него. Разве кроме президента. Поэтому это получилось по-настоящему, по-человечески замечательно. Вот это меня в конечном счете очень порадовало. Плюс, ну у нас вообще-то всегда с Танечкой традицией, мы уезжаем на мой день рождения. Юбилей, не юбилей. Мы уезжаем, она куда-нибудь придумает поездку. Как правило, в горы мы уезжали. Вот сейчас с этим сложновато. Но тут она совсем неожиданно устроила выход. И мы уехали в Мексику. Вот это был… День рождения был в Мексике, юбилей. Юбилейное путешествие. Да, да, да. Там как ассы наш был, он нас поразил по первому специалисту. По май, ацтекам и так далее. Ну, в общем, это был замечательный подарок. Ну и слава богу. Владимир Иванович, вот вашу книгу мемуаров вы назвали «Зеркало для России». Не называйте только книгами мемуаров, нет, я еще не читал книгу, нет. Воспоминаний, размышлений, «Зеркало для России». Это перекликается с названием вашего фильма «Зеркало для героев». И мы условно обозначили тему нашей встречи «Россия в зеркале кино». Вот первый вопрос от газеты «Сегодня». Владимир Иванович, вы относитесь к избранному числу современных российских кинематографистов, чье творчество пронизано любовью и уважением к своей стране и ее истории. И часто вы подчеркиваете, что Россия страна мистическая и геополитическая, и философская, и даже в бытовом смысле. Что вы вкладываете в это понятие? Ну, тут вопрос очень хороший, очень интересный. Я, в общем, строго и много раз отвечал на него в разных контекстах моих встреч, интервью и так далее. Но на самом деле для этого достаточно взглянуть на историю в России. Достаточно взглянуть и вдруг обнаружить простую такую вещь. Как в ситуациях, казалось бы, неразрешимых, в ситуациях погибельных, вдруг, А слово «вдруг» в России имеет особое значение. В России очень много таких, не многозначительных, а многозначащих слов. И вот слово «вдруг», как и слово «авось», имеет огромное значение. И вдруг происходит что-то, что никак не объясняется ни политикой, ни геополитикой, ни состоянием, ничем. Ну, как «Смутное время», например. Приведу пример такой характерный, поскольку я кино про это снимал. На самом деле это не единственный момент. Ведь на самом деле все в России немножко вдруг. Ведь я, говоря, что это исключительно вся ситуация с Россией, я никогда не подразумевывал, что Россия лучше всех. Это совершенно, я не имел в виду никогда, ни в скобках, ни за скобками. Вот. Имеется в виду, что, вообще-то говоря, ну, ко всем нужно относиться индивидуально. Because все индивидуальные. Чего тут говорить? Все, не найдешь похожие. Англичан от француза отличается так, что ни в сказке сказать, ни первому писать. Вот. И, понимаете, но Россия, Россия, она, во-первых, живет-то по законам мистическим. Закон всегда в России был на втором месте. На первом была справедливость по Достоевскому. Понимаете, это Россия, это не в хорошем, не в плохом смысле. То есть, вот некие, казалось бы, абстрактные соображения, абстрактные понятия имели всегда большее значение. Вот справедливо или несправедливо. А стыд? А честь? А совесть? А правда? И даже сформулированный в таком простом, в таком педалированном виде, как у Леши Балабанова, это находит отражение, отклик в душах зрителей. В чем правда? Вот и все. Но вопрос другой. По-разному каждый может относиться. Я всегда говорю то, что мне кажется очевидным. Плюс, вы знаете, вот сейчас никто не сможет меня, что называется, опровергнуть. Ну, послушайте. Вот в общем распространенное мнение, что русские вот такие раздолбай, разгильдяи. Ну, и бог знает что. Хотя перелистать поэзию, литературу, музыку, философию, и вы меня, конечно, извините, немного найдем. Ну, бог с ним выносит. Я оставляю мистическую сущность, да? Территория. С какой стати вот у этих разгильдяев, раздолбаев, вот эта территория, самая большая часть суши? С какой стати? Как удается ее удерживать? Ведь вариантов было миллион триста тысяч взять и оттяпать. Там запасы. Там бог знает что еще хранится. Мы даже не знаем, чего хранится там еще. В этом смысле замечательно лететь из Москвы на Дальний Восток, когда ты все это видишь. Но это же по какой-то причине, и логически объяснить тоже невозможно. Слишком много было шансов это отобрать. А просто другой. Это же надо было еще как-то и взять, как Хабаров это сделал. Он прочесал, у него триста казачков. Что это такое? Там Маньчжурия рядом. Ну и так далее. Понимаете? Невозможно. И в России таких. Я перечисляю только какие-то вот периоды. Хотя этого просто... А революция октябрьская? А Ленин приехал? Да не было никаких предпосылок. Судьба. Поэтому у меня фильм называется «Ленин. Неизбежность». И так далее, и тому подобное. Но у писателя Варламеева замечательный есть... У него один из героев говорит... Варламова. Ну, не тоже. Писателя Варламова, моего товарища хорошего. У него есть мысленный волк, роман замечательный. И там один из героев говорит, что вот эта территория... Это не просто территория какая-то. Ну, мало того, что всегда говорил, что это энергетик. Знаете, богатыри землю носят. И вот это пространство, эта батарейка, которая нас подпитывает. В нашей дуре от этого может и дурь у нас. И того, и сего, и такого, пятый, десятый. Но! Варламова — это ковчег. И если посмотреть, это и похоже на ковчег. Это просто ковчег, на котором, когда наступят вот те последние времена, все спасутся. Речь не идет о русских, нерусских. Это ковчег. Мне так это определение нравится. Знаете, оно ведь толерантное очень. Там же не говорится, что все погибнут. Это проклятая Америка со своими островами. А вот мы спасемся. Нет, там говорится так. Это все спасутся. Это ковчег. И вот на сегодняшний день для меня это очень важно. Владимир Иванович, вопрос от газеты «Сегодня». Вы относитесь к тому избранному числу кинематографистов, чье творчество пронизано любовью. Скажите, еще одна ваша цитата. Что у меня есть личное стопроцентное убеждение, что Россия самая сюрреалистическая страна. Вот что вы имеете в виду под этим? А практически то же самое, что я перечислил. Понимаете? Потому что, ну правда, в этом смысле Испания даже не она родина, мы с Буниелем вместе. Но то, как и что происходит у нас, сколько у нас этих вот... Ведь, понимаете, преступление, достоевство и наказание, вообще-то сюрреалистическая вещь. Ну, попробуйте отнестись к этому иначе. Вот сидит студент, который тварь, я дрожащий или право имею, потом берет топор и убивает старушку. Вот. Потому что справедливость хочет. Ну, послушайте, это сюрре вообще. Это к реальной жизни. Но! На самом деле у нас и вся литература этим вся пронизана. Ведь даже когда Наташа в «Войне и мире» трясет пеленками грязными, да, мы же прожили с ней жизнь какую-то, это сюрре, с моей точки зрения. Это сюрреалистическое продолжение логики Наташи. Вот. Ну, и тут куда ни кинь всюду клин. Вообще все, каким образом у нас это происходит, каким образом у нас все вот эти события происходят. У нас во смутные времена, вообще в Кремле, по нашему же приглашению, сидели поляки. Мы же их пригласили. С того говоря, они сидели. Хотели еще шведов позвать на царский трон, на то, на все. Вот. Это всегда, ну, это всегда преувеличение. Ведь что такое есть определение сюрреализма? Вот возьмите просто ложку какую-то, да, например, ложку, да, и продлите ее черенок. Очень остроумное определение. Продлеваете, продлеваете, пока этот черенок уже подвесом, кстати, не провиснет. Вот в этот момент начинается сюрреализм. Почему длинный графа там? И вот в России вот это появление, это такое некое перманентное состояние такое. Всех вот этих... Ну, посмотрите, ну, как мы ухитрились даже с 90-х, сколько мы прожили даже. А если брать столетия, если брать тысячелетия, то это все невероятно. Это все невероятно. Это все запредельно. Владимир Иванович, вопрос журналист Наталья Лебедева задает. Вот вы недавно стали артистическим директором российско-британского фестиваля. СИФА. И что это за проект? Как удается сотрудничать с британцами, которые сегодня заняли позицию оголтелого оговаривания России и враждебности к ней? И журналист Людмила Анисимова просто. Как работает с англосаксами? Очень хорошо. Хороший вопрос. Главное, такой современный, актуальный. Ну, знаете, есть выражение какое? Англичанка нам вредит. Не было в истории России периода, когда бы мы там с англичанами как-то-то, мы ладили, да, и во Второй мировой месте как на одной стороне воевали. Но в общем и в целом это всегда были, эти были всегда противоположности. Ну и выражение, что это не я его придумал, англичанка нам вредит. Вот. Более того, когда началась Первая мировая война, это я когда гибель империи снимал, вот, и министр Дурново пришел к государю и говорит, что можно с кем угодно воевать. В первую очередь с Англией нужно воевать, но только не с немцами. Немцы у нас живут, приживаются. Вот, к слову, тоже интересно. И тоже вопрос-то непростой. Если с кем мы не должны были бы воевать, с немцами, мы с ними воевали неоднократно. И две жесточайшие последних войны. А с ними мы не должны были воевать. Вот это все абсурдно совершенно, потому что германский крестным был нашего царевича. И вообще они родня, ну и так далее, и тому подобное. И это по всем обстоятельствам было абсурдно. А мы с ними воевали. Удается сталкивать Германию и Россию, потому что если взять масштабы какие-то, ну, употреблю высокое слово, духовные, да, то они, вот в России и Германии, они совместимы эти весы, что касается музыки, что касается литературы, что касается жизни, вот, ну, какой-то, не знаю, внутреннего движения, внутренней какой-то энергии. Мы, нас тут очень многое роднит, как раз немцы, а мы с ними воюем. Вот абсурд существования человека. Вот это вот, я считаю, просто совершенно невероятно. Что касается, как работать с англосаксами. Ну, поскольку у меня, моя жена Танечка, она детство провела в Англии, вот, долго жила, родители там работали, она жила, воспитывалась, и она очень большой симпатии относится к Англии, и я вполне нормально отношусь. Потом, ведь это, это может быть, как раз означает, почему, мне это интересно, что как раз с ними надо работать, вас там есть, вот, а там я не убежден, что там все так просто. Вы знаете, я вот сколько уже проводил, и зумы проводил, показ был Достоевского, чумовое обсуждение было совершенно, вот, с Лондоном. И Ленина, заинтересованнее, чем у нас, и компетентнее, чем у нас было обсуждение. Вот, и я не обнаружил никакой не агрессии, никаких-то там, вот, знаете, текстов каких-нибудь. Я думаю, это все, как правило, политические игры. А так, Англия, Англия, это страна с замечательными совершенно традициями, со своими тараканами, то есть, так же создает, к ним надо относиться с уважением и к английскому народу. Я сейчас, понимаете, вот, странно, мы пришли во время, когда нормальные вещи звучат дежурно. Вот нормальные, правильные вещи, ну ладно, это мы как бы все знаем, а вот это вот, как бы подъехать к этому. Вот если не подъезжать ни к чему, если, особенно сейчас, когда цивилизации брошен вызов вот с этим вирусом. Это вызов, это нам предупреждение. И, казалось бы, в этот момент-то всем нужно успокоиться. Все, все, баста. И примириться. И все. А мы наоборот. Вот что это? И все человек, понимаете, вот все человек, вот проблема-то какая. Они тоже там в Англии. Поэтому я считаю это дело нужным. Это Люба Балагова этим занимается. Она посвящает этому свою жизнь. Меня относительно, нас с Танечкой относительно недавно привлекли. Мы занимаемся с этим интересом, потому что там ось такая есть. Сочи и Илон, грубо говоря. Это и там, и там проводится фестиваль. Поэтому я прикладываю даже все усилия, чтобы найти людей, которые помогали бы. Я считаю это делом очень важным. Вы сказали, что этот вызов должен был как-то всех успокоить и примирить. Вопрос в тему журналисту Игоря Мейдена. Вот о неизбежности, да, вы часто говорите. Сейчас говорят о возможности новой войны. Как человек творческий, чувствует ли, Владимир Иванович, её неизбежность? Или всё же неизбежен, дай Бог, мир? Ваше творческое ощущение. Значит, знаете, вот всё, что я сегодня слушаю, я слушаю, служу за событиями. Вот это абсурд, которого, может быть, мы никогда и не видели. Это всё дичь. Это всё дичь. Объясню, почему. Я, ну, живу уже немножко на этом белом свете. Причём дело не в том, Сталин вроде тоже не верил в начале войны, она началась. Понимаете, о какой войне мы говорим? Если мы говорим всерьёз о войне, то мы полные идиоты, все тогда. Я и вы, мы все просто кретин, нам не жить на этом свете. Мы не заслуживаем никакого внимания, если мы говорим о войне. Потому что сегодня война, это запульнули эти все ракеты, и всё, и конец света. И если мы говорим о конце света, то я в это не верю. То я в это не верю. Я даже не буду верить, когда он наступит, не дай бог. Потому что это дичь несусветная. Если мы говорим о каких-то играх, где-то кто-то так подстроит, уже всех выселили, уже все разъедутся, скажут, ну подождите, ну пусть что-нибудь да случится уже в конце концов. Ведь это выглядит пьесой такой, такой бездарной, такой липовой, фальшивой пьесой. Ну я умоляю, ну куда? Ну всех уже... Потом скажут, подождите, ну мы же уже уехали все, давайте что-нибудь, начинайте. Начните что-нибудь. Сейчас-то пока так выглядит. Не верю ни в какую войну. Во-первых, ну подождите. Моя-то фамилия Хоти, Ненко. У меня родственники там живут. Какой стати? Вот сейчас, вот если что-нибудь России сейчас невыгодно, в этих вообще всех обстоятельствах, то сейчас вот воевать с Украиной. Ну вот если чего-нибудь не нужно, понятно, и мы приводили уже даже сегодня примеры, что, к сожалению, человек часто бывает, и человек даже о соцсетях идет против логики. Но сегодня игры другие. Сегодня игры другие. И если имеется в виду, что пока, что называется, похулиганить, это один вопрос, о серьезной войне сегодня говорить не приходится. Пока я бы даже не употреблял слово война. Потому что сегодняшняя война, по большому счету, это конец света. Тогда давайте сразу говорить о конце света. А вот Наталья Лебедева, журналист. У вас украинская фамилия, наверняка у вас немало родственников, коллег, друзей на Украине. Как вы с ними сейчас общаетесь? Возможно ли сейчас какое-то творческое сотрудничество и просто человеческая дружба, добрые отношения? Вы знаете, ведь Россия знает времена и более строгие, когда в период гражданской войны самые близкие родственники оказывались по разным сторонам баррикады. Это, к сожалению, природа человеческая. Это никакая даже не национальная природа. Конечно, у меня есть и родственники. Вопрос, насколько сейчас возможно. Я знаю знакомые актеры мои, которые стали там оголчелыми такими. Но это их выбор. Вообще, у каждого есть всегда свой выбор. Конечно же, сегодня в этих обстоятельствах общение затруднено. Общение безусловно. Это не отменяет, что можно позвонить, поговорить и так далее, и тому подобное. Но у меня, к сожалению, связи прерваны с родными и близкими. Я ни с кем не общаюсь. У меня сестра как-то общается, что-то иногда мне передает какие-то приветы, но я не общаюсь. Может, со мной как-то небезопасно общаться. Не знаю. Но, понимаете, если всерьез рассматривать этот вопрос, то у меня это есть в гибели империи. В фильме. Там та же самая история с Украиной. И что характерно, там же и Грузия присутствует. Это все происходило в 18-м году. Это все происходило сто лет тому назад. Вы даже не поверите один в один. Что называется? По набору персонажей этой пьесы. Потому что, с моей точки зрения, все на небесах пьесы написано. Мы просто исполнители. И мы сейчас с вами исполняем просто роль. Вот у нас есть вот такая роль, какой-то эпизод в нашей жизни. Все написано. А дальше вопрос качества исполнения. Вот. Это как ноты. Понимаете? Ноты же можно сыграть чижик-пыжик, а можно из чижика-пыжика даже. Владимир Иванович, за фильм «Поп», который вы частично снимали также в Латвии и в Риге, вы были удостоены ордена священномученика Иоанна Рижского. И митрополит Рижский Александр даже предлагал вам как идею снять художественный фильм о нашем единственном святом. И буквально вот на днях в Москве состоялась презентация документального двухсерийного фильма о священномученике Ане. И мы знаем, что съемочная группа телеканал «Союз» очень ждут вашей оценки этой картины. Я вообще-то уже откликнулся, и это замечательная совершенно работа. Более того, я не перебил тебя случаем, Наталья? Нет. У меня просто я потом хотела в дополнение спросить, могут ли такие документальные фильмы сегодня служить, ну скажем, примирению, добрососедским отношениям между нашими странами? Хорошо, что ты это завершила, свой вопрос, потому что на самом деле я отвечать хотел в этом же русле. В определенном смысле, я на сегодняшний день я в этом почти для себя лично убежден, что вообще истории вот святых, вот это, они больше даже документальной истории. Объясню, почему. Потому что вот это играть, но я, поскольку все-таки, ну, у меня и документальный из фильма о первомучениках, единственный совместный проект с Ватиканом, вот, паломничество вечных городов, есть мусульмане, есть пол, есть полюса такие определенные, вот, но, и тем не менее, я заявляю, что каждый раз, если кому-то вдруг хочется, захотелось, попал материал, снимать о святом, надо сто раз подумать. Надо точно быть уверенным, что ты понимаешь, чего ты хочешь сделать. И здесь, может, и удивлю вас, но могу твердо сказать, у документального кино больше возможностей. Понимая, там нет некого человека, который изображает святого. Одно дело, изображать исторического персонажа, да, как вот литературного персонажа, а изображать святого, это не кощунственно, учтите, я не это имею в виду вообще, просто это невозможно. Понимаете, невозможно снять, в общем, по большому, если счету, фильм про Марию Египетскую. Вот, ну, невозможно. Так и по всему. А в документальном кино можно, потому что документальное кино, оно чуть отстраненно на это смотрит, и оно рассматривает персонаж, как тот персонаж. Понимаете? И это очень важный момент. Поэтому я считаю, документального кино значительно больше возможностей в этом смысле. Может ли служить примирением? Значит, все может служить примирением. Наша кредитная. Главное, чтобы было намерение, Наташа, понимаешь, вот что важно. Важно намерение иметь, примириться. И делай, что должно. И капля камень точит, и так далее. Потому что, понимаешь, ну, как можно, не могу. Вот я наивный человек. Вот давайте, все, сейчас перед вами сидеть. Наивный наивный. Это я не кокетничаю. Я правда наивный человек. Я правда не понимаю, как человечество, которому там, то есть, тысячи, тысячи лет, тогда, когда было создано столько художественных произведений, когда вроде приблизились к пониманию красоты, когда есть столько музыкальных произведений, которые возвышают, когда столько литературы, столько философии, есть святые писания у каждого во всех конфессиях своих. Почему мы убиваем друг друга по-прежнему и с даже большим усердием? Уже пройдя, я не понимаю, убейте меня, я не понимаю. Это значит, есть поганая природа человека какая-то. В данном случае я сейчас, именно я говорю, вообще, человека, в принципе, значит, есть тот, который его искушает постоянно. Постоянно. А сегодня деньги вообще главное, то есть, это всегда было, вот в чем дело. Но самое абстрактное, что может быть, деньги, Мерила, чего-то, больше абстрактное, чем понятие совести, или чести, а всем управляет. Вот и все. Поэтому, когда мы говорим о таких вот частностях, надо всегда думать, что человек нелеп, какой-то, вот природа человеческая трагична и нелепа. Вот. А если чуть-чуть устраниться, и смешна, и сюрреалистична. А, кстати, символично, все равно, делай, что должно и будь, что будет. Все равно. Все равно нужно прикладывать все усилия. Ведь понимаете, когда первомученика, архитекта Стефана, били камнями, он за них молился. Он за них молился, за этих людей, которые побивали его камнями. Это никакое не преувеличение. Таких случаев было много, когда и в наши времена, уже в эти новые времена, священников, они за их убийц молились. И дело не в том, что он хороший. Дело в том, что он поступает правильно. Вот в чем дело. Он поступает правильно. Для того, чтобы этот мир не рухнул, чертная твоя мать. Символично, что сегодня православный мир отмечает праздник. Сретение Господне, встреча. И мы вас тоже поздравляем с праздником. И будем надеяться, что наша встреча все-таки тоже даст какие-то, пусть минимальные, но добрые плоды. Что касается меня, я готов к этому. Я готов, потому что я не могу. Мне абсурдность человеческой жизни просто убивает. Следующий вопрос о обсуждении указа о традиционных духовно-нравственных ценностях. Следите ли вы за спорами вокруг этого указа? Потому что несколько театральных деятелей, кинематографистов уже выступили против проекта. Калягин, Бондарчук, Сокуров. Вот ваше мнение. Я тоже подписался под этим письмом. Вы все внимательно посмотрите. Мои фамилии. Поставили подпись. Да. Потому что вы знаете, это не означает, что нет такой проблемы. Проблема есть, но в той сфере деятельности, которой мы занимаемся, законом каким-то, вообще ничего не решить. Никогда. Сколько попыток было? Кодек Хейса, то да сё. Это совсем из другой оперы. Это нужно решать каким-то другим путём. Но главное, ведь механизмы же есть. Мы всё равно в Минкульте, в фонде кино. Мы всё решаем коллегиально. Я вхожу и там, и там, в эти все комиссии. Мы принимаем решение, кого запускать, кого не запускать. Например. Так же и на театре. Значит, это дело не в законе. Значит, всё дело в этом сообществе людей, которые принимают решения. Нам ведь никто не приказывает. Нам пока сейчас приказать никому ничего невозможно. Это не кто-то, дядька какой-то там наверху принимает решение, а нам отдаёт приказ. Нет, сидят люди, достаточно количества разумных людей, и они принимают решение. Если они видят что-то, вот тут обсудить, коллегиально и принять разумное решение. Для этого закон не нужен вообще никакой. Какой закон? Есть один закон, нравственность. Всё. Вот закон. Вот он есть для каждого. А причём каждый ещё немножко иначе это понимает. Поэтому я, несмотря на то, что я считаю, что проблема такая существует, но это не метод решения его вот этим вот каким-то указом, законом. Во-первых, это бессмысленно. Во-первых, пробовали уже многократно, не получалось. Какой, кстати, сейчас получится, когда дети недообразованные из школы уходят. О чём мы вообще говорим? О чём мы говорим? Начинать надо вообще с другого конца. Вы со школы начните. Сначала нужно, чтобы люди получали достойное образование, а потом эти образованные люди выйдут на какой-то высокий уровень понимания, что такое патриотизм, что такое Родина и так далее и тому подобное. Вот что я имею в виду. Вот ваше мнение. Просто сейчас очень много фильмов с таким немножко как чернушным отображением действительности российской выходит. Вот как вам кажется, если государство выделяет деньги на фильм, может ли оно ставить какие-то свои условия, какие могут быть критерии? Или вот художник просто в праве удовольствие творческое получать за эти государственные деньги так, как он видит? Нет, я считаю, нет. Я всегда эту точку зрения озвучивал. Вот. Я всегда эту точку зрения озвучивал. Тем не менее я подписал письмо против этого закона, чтобы это... Но я всегда считал, что вообще-то говоря, если вы хотите получать удовольствие, это надо получать за свои деньги или за деньги людей, которых вы сможете убедить. Но у государства есть свои задачи. Государство. Должна быть стратегия. Это не означает, что в одну дудку дуть, какой-то патриотизм или еще какой-нибудь жукил. Я не это имею в виду вообще. У задачи, особенно в сфере культуры, есть задачи образовательные. А есть... и это... Понимаете, вопрос другой. Ведь дальше мы начнем искать вот эту тонкую грань. А что такое чернуха? Вообще-то, говоря о преступлении и наказании, это чернуха. Сюрреалистическое. Да. Чернуха. Босх, художник великий. Ну, уж меня простите, там светлого пятнышка не очень найдешь. А Босх великий художник, великий философ. Вот. Для того, чтобы снять напряжение. Вы знаете, я в бесах, мне попался материал, что какая-то американская девушка в музее, когда рассматривал этот рептик, она вдруг увидела, что на заднице какого-то грешника написаны ноты. Это на подлиннике полотна Босха. Ноты написаны. Она это сфотографировала, вернулась в Америку, а это оказалась оратория. Они ее исполнили. Я своему композитору тоже дал, и мы, причем есть версия, что это сам Бос написал ее. Вот. Еще раз повторяю, где это написано? Понимаете, какая странная игра. И у меня это звучит в шкатулке, но это все равно тема звучит. Мне захотелось, чтобы это вот этот все, вот этот вот абсурд босховский, он прозвучал. И у меня это в бесах звучит. Понимаете, какая-то тонкая грань провести, вот отделить порнографию от эротики. Вы знаете, талантливо это эротика, бездарно это порнография. Но опять же, кто это будет решать? Кто будет решать? Так нам запретят, ведь в школе уже преступления, наказания не хотят преподавать. Говорят, слишком сложно и мрачно. Это дети, которые могут сегодня такое увидеть. Вот тут вот, по этому ящичку. Владимир Иванович, вот сейчас в министерстве, простите, что мы вас перебиваем, сейчас в министерстве культуры организован такой отдельный конкурс дебютов. Можете ли вы нам рассказать немножечко об этой идее? Но, это просто я, это тоже моя тема. Я много раз, много жду, поскольку я вхожу коллеги туда, в общественный совет Минкульта. Значит, я много раз говорил, ну, вещь, которая, понятная, не будет осуществлена никогда. Я говорю, да давайте стоим год дебютов, вот давайте вот все деньги вот эти вот за весь год, давайте дадим возможность стартануть большому количеству молодых ребят. Это не будет означать, пусть мы, понимаете, если мы получим даже 10 талантов из 50, то это будет очень хороший результат. Это не означает, что мы должны все, мы и так не имеем из того, что мы запускаем, там талантливо не так уж что называется и много. Поэтому, я говорю, это моя тема, моя идея, и я считаю ее очень правильной. Просто считаю, что немножко маловато все равно получается фильмов. Надо больше, тут надо, ну, мало снимают или мало подают занявок? подают, подают, если все, на нормальных условиях подавать будут нормальное количество ребят. Надо больше предоставлять, ну, возможностей. Я сейчас не знаю, сколько проектов дадут, насколько найдется денег, не всякий раз, это мы даже знаем, сколько там денег есть на это, на все. А вот вы еще работали в жюри фестиваля онлайн, фестиваля дубль 2. И вот ваше мнение о нынешнем российском кино. Вы знаете, современное российское кино находится сейчас, впрочем, практически все кино находится в этом состоянии, таком, с моей точки зрения, пока не определен. потому что, ну, я устал уже, язык у меня стерся до чипса, но сколько в проклинаемые застойные времена снималось талантливых и гениальных фильмов, сейчас нам это не снилось даже. Хотя... Мы даже не близиться не можем к этому. В условиях советской цензуры. Попали на фестиваль Каны. Ой-ой-ой-ой-ой, попали на фестиваль в Каны. А тогда попадали и получали язык, главное, и приезжали домой, в Рязани. Но я даже догадываюсь о причине. Я говорю, это, в общем, такое блукание, такое блуждание сейчас во всем кинематографе по одной простой причине. И меня никто не сможет перебить. Отсутствие некой идеи, некой идеи человеческой, некой глобальной идеи, которая вела перед Че Гевару того же, когда люди не боялись. Почему молодежь? Почему люди... Идея в достижении счастья, она неосуществима. И более-менее всеразумные люди это понимают. Но идея улучшения мира для всех... А мы все и говорим красивые слова, а богатые богатеют и ухмыляются, слушая наши наивные рассуждения. А вот идея справедливого мира, почему до конца все-таки это не знает никто, какой он такой. Поскольку дальше идеи начинают осуществлять люди, они их как правило портят. Сама по себе идея хорошая, много благородных жертв и всего прочего, а потом это портится, потому что этим начинаются заниматься нормальные люди. Поэтому отсутствие большой идеи, больших идей, оно и приводит к тому, что о чем. Сейчас мой любимый фильм это Don't Look Up. Вот мы находимся в этом положении на самом деле, не смотри вверх. Почему? Потому что это на сегодняшний день единственный современный фильм, который я знаю. Это абсолютно филмирующие состояние цивилизационное наше и человеческое. Вот это вот... Я не говорю, что все картины должны быть в этом смысле. Может быть и камерная картина ничуть мы должны наверное упомянуть обязательно, что ваша супруга Татьяна Яковлева кинокритик, киновед, преподаватель во ВГИКе на киноведческом факультете и опять же еще одно поздравление в рамках эфира сегодня у вас день рождения у вашего сына Дениса Ларкона, прекрасного кинооператора блистательного, с которым вы снимали вместе и наследников и Ленин неизбежность и вопрос наверное вот такой к вам и как к режиссеру и как супругу киноведа от журналиста это моя она у меня арт директора арт советник а у меня пружина вот вопрос от журналиста Александра Малныча в каких советских и российских картинах наиболее правдиво художественно ярко или глубоко отражен слом и гибель советской цивилизации вот на ваш взгляд какой хороший вопрос какой хороший вопрос я думаю тут надо не по прямой идти а если буквально если буквально идти то такого фильма нет но если буквально чтобы соответственно потому что это произошло я бы так сказал это до сегодняшнего дня процесс незаконченный такой ведь гибель цивилизации это не то что мы стоим на руинах древнего Рима да и смотрим это еще это же ведь советская цивилизация вот эти скандинавские страны они живут по советским законам очень хорошо себя чувствуют словом сказать вот это такой я думаю это перманентное состояние поэтому я пытаюсь вспомнить где показан процесс вот этого обезвремения и вот такой картины буквально ее нет если я по прежние времена вы знаете может почему нет потому что можно снять об окончании какой-то какой-то эпохи да я могу на здоровье хоть свой фильм привести Рой у меня есть фильм наверное неудобно про себя любимого нет пожалуйста я могу привести пример свой фильм Рой у меня он был снят у меня же знаете был тогда период я Рой снял распался Советский Союз да я снимал патриотическую комиссию снимал первый путь Макара второй путь мусульманин Чечня то есть у меня был некий период синхронного существования со временем поэтому я для меня это фильм Рой я про это снимал вот вот это развад сознания ну во-первых фильм по словам несчастный потому что развалился союз и он пропасть какую-то рухнул хотя хотя я за него даже приз Кэмпери я помню в Италии мы показывали во Франции показывали его как раз на Пасху сейчас помню даже приз но все равно он с моей точки зрения недосмотренный обычно говорят недооцененный это бог с ним а вот он немножко недосмотренный фильм а про это простите если я буду все-таки про это в определенном смысле 72 метра картина да вообще говоря вот там 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 это есть во всех скажем так проявлениях движения времени но сам по себе процесс как я уже сказал не закончил все-таки хочется еще кого-то бы как кто же еще у нас у кого это могло бы еще так звучать вот это конец советского времени психологии советского времени я не знаю странным образом странным образом ну конечно Вадима Абдрашитова конечно же вот недавно его фильм показывали изначально вер вот это вот это там буквально почти аллегория у Абдрашитова они остро чувствовали вот это время и вот эти вот все социальные конечно конечно вот да у него практически во всех фильмах это так ли значит ему звучит вот очень хорошо что Абдрашитова я не забыл упомянуть а вот у вас цитата ваша цитата что развал советского союза такая же колоссальная трагедия как гибель Рима такой образ почему вы так считаете а вы знаете потому что я люблю Рим я занимался древним Римом достаточно много более того у меня есть традиция мы достаточно часто все таки ездим слава богу с Танечкой в Рим я всякий раз прихожу в первый же день на форум римский и стою там минут 15 и просто так прогоняю пропускаю через себя энергетику это и смыслы которые здесь происходили вот и знаете что мы приобрели и что потеряли ведь ведь от римлян остался закон он остался практически римским римское право осталось римским правом оно практически неизместно те нормы те нормы искусства у нас то есть в определенном смысле мир никак не изменился после того как разрушается Римская империя а значит что мы потеряли мы потеряли не знаете обидно мы имели не беспроблемный но мир многонациональный мы имели национальные кинематографии покажите мне сейчас как мы гордились киргизским грузинским литовцем как как жалокяй мы были вместе Рижская киностудия и дополняли где это все сейчас расскажите мне пожалуйста вот где мои слезы понимаете где эта литература великая этих стран и у нас это не означает что мы остались хорошие а те нет и мы потеряли и мы очень много потеряли в результате того что вот это общение разрушилось и мы потеряли очень много мы очень много потеряли Владимир Иванович а вот в продолжение культурное пространство да в продолжение как раз темы вы в своем творчестве не раз обращались к смутным временам и говорили что вам интересно как раз таки изучать как Россия поднимается после перелома а вот сегодня все таки ваше ощущение сегодняшнего дня а какие сейчас времена ну смутные не всякое сомнение тут вопрос другое Россия ну почти перманентно живет в смутных временах если так перебрать с легкими перерывами но может быть такой плохой ситуации не было ну хотя бог его знает я в те смутные времена в 612 год когда снимал там был ну вообще бардак там вообще просто ничего не было там не было шансов вообще ничего не было пока не наступило вот это и вдруг вот есть теория Гумилева пассионарности вот я кроме как теории Гумилева не могу объяснить вот эти изменения когда вдруг из космоса какой-то луч бьет вот в эту и там что-то происходит и там появляются нужные люди там появляется нужная энергия и так далее и тому подобное но в любом случае сейчас очень тяжелый сейчас очень тяжелый по одной причине почему тяжелее чем в те потому что сейчас возможности для смертоубийства значительно больше возможности для тотального истребления значительно больше возможностей технических сейчас вообще трагедия человека что он сейчас от техники зависит трагедия которую никто не хочет и я не хотел я тоже вот-вот все полез сейчас вот все и посмотрел вот мне тут написали или я пошел в библиотеку сходил конечно удобно но вот в этом удобно и таится засада вот вы имеете ввиду смутные времена такие в общепланетарном да? абсолютно и для России в России это может быть особенно болезненно может быть другие переживут это менее болезненно а вот для России сейчас очень болезненно и дело в том что против России тысячи лет и тысячи пятьсот лет назад она в этом положении находилась практически всегда достаточно карикатуры на человека посмотреть в европейские и вы поймете что в этом смысле абсолютно ничего не изменилось абсолютно вот ухтарь поменялся на президента ну и так далее вот это не имеет значения но дело сейчас в другом немножко вот сейчас все-таки что-то сейчас возможности информационных и вот сейчас под таким прессингом ну может быть никогда не находились а чтобы выдерживать нужна основа вот тут в аргументах и фактах вышло значит интервью со мной вот такое вот да оно считается искусство бескультурного уровня вот понимаешь сейчас самая большая проблема постарайтесь не услышать это пошлость это пошлость которая разъедает вот это самое культурное пространство знаете наш эфир подходит к концу и последний вопрос есть ли что-то что вас радует и вдохновляет вот современной действительности и вот современной России ну как хороший вопрос вы знаете меня радует и вдохновляет и это не красивые слова меня радует и вдохновляет мои близкие в первую очередь моя жена Танечка которой мы сейчас мы всегда с ней неразлучны мы ни разу никуда не ездили даже по раздельности вот мы уже четверть века с лишним уже живем вместе вот и меня просто радует что нам есть даже смотрите то что родные близкие есть но в принципе вы знаете радует день вот сегодня солнечный день и у нас тоже слава Богу меня радует то что сегодня слава Богу ничего трагического не произошло вот это я с ней перечисляю казалось бы пустяки но вообще в этих мелочах и есть суть вообще заключение вот что хотел бы я сказать чтобы все достаточно хорошо для себя все таки люди поняли что на самом деле счастье не снаружи вам его никто не принесет ни свободу и ни счастье а внутри вы его можете независимо от условий независимо от условий независимо от условий вы это счастье можете вы знаете Донт Лукап финал какой замечательный там они сидят эти замечательные люди за семейным столом их сметает этот ваган ох вот это вот замечательно вот радует хорошее кино радует вечная музыка вот ну есть чему радоваться братцы вы мои хорошие радуйтесь проснулся жив слава Богу спасибо спасибо вам огромное еще раз от имени всех наших латвийских радиослушателей ваших зрителей поздравляем вас с юбилеем и благодарим за эту замечательную беседу это был проект культурная линия и наш гость российский режиссер Владимир Хатиненко спасибо берегите себя родные берегите спасибо всего доброго вы слушаете радио болтком